Всем привет, друзья! С вами Болтарес и сегодня мы посмотрим на игру под названием Roadrunner. С разработчиком данной игры мы заочно знакомы, так как я уже снимал первый взгляд на одну из его игр под названием Zombie Zone. Ссылочка будет в описании, можете посмотреть. На тот момент игра, конечно, была очень сырая, недоработанная, но отдельный респект разработчику, то что он выпустил патч и Zombie Zone стала теперь играбельна. Ну вот, вышла новая игра, давайте посмотрим, что нам предстоит сделать здесь. Так, мы играем за какого-то чувака, нажимая на В мы, соответственно, прыгаем. АСД никакой реакции. По всей видимости, нам нужно будет просто бежать и вовремя прыгать. Главный герой, кстати, похож на ботаника из Zombie Zone. Такое ощущение, что это его брат старший, походу. Так, вверху у нас метры, сколько мы пробежали. В левом нижнем углу у нас монетки. Монетки, кстати, ничем не отличаются от зомби-зонов. Ебать! Как видите, у нас два вида прыжков есть. Вот такие вот маленькие и большие прыжки. Я же прыгнул, я понимаю. Так, гейм овер, охуенно. Значит, у нас есть магазин. Мы можем выйти в главное меню. Продолжить. Так, давайте посмотрим в магазине, что есть. Скорость, джетпак, пистолет. Интересно, для чего. Защита, высокие прыжки. Угу. Так, у нас есть скорость. Давайте, наверное, возьмем скорость, посмотрим, как это работает. Мне показалось, или мы начали бежать быстрее? Вопрос, нахуя? Когда я покупал скорость, я все-таки думал, что наоборот, мы будем медленнее бежать. Или объекты замедлятся, вот эти вот птицы, бочки и так далее. Смысл ускорять? Чтобы побыстрее сдохнуть? Непонятно. Залепись, все собрали за раз. Блядь, посмотрел, нахуй, сколько метров пробежали и не поткнулся на бочку. Охуенно. Так, новая игра, давайте еще раз. Что-то со скоростью я нихуя не понял, если честно. Еще, блядь, текстуры плавают, такого хуя. Блядь, а почему, вот у меня один вопрос, персонаж находится по центру экрана. То есть, если мы не можем перемещаться на АД, то есть, бежать чуть вперед или чуть позади становится. Сзади у нас вообще никаких нету объектов, которые нам могут помешать. Нахуя тогда вообще левая часть экрана? Что за бред? Почему нельзя было персонажа сделать чуть левее? Чтобы видеть, что там впереди. Когда там бочки эти, когда ямы. На высокой скорости, просто если на вас будет катиться бочка, это ж вообще пиздец. Как вам среагировать-то? Ахуя, я, блядь, нажал на прыжок, он не прыгнул. Так, у нас 320, на что-нибудь хватает? Хуя, у нас есть только высокие прыжки. А зачем нам высокие прыжки, если мы, в принципе, и так все прекрасно перепрыгиваем? Учитывая, что здесь еще летают птицы, наверняка они, блядь, нас клевать будут, если мы будем высоко прыгать. Я понял. Я понял. Этот магазин, он не помогает нам пройти дальше. Он, наоборот, усложняет нам процесс прохождения. Да-да. То есть, высокие прыжки, мы будем в птицу ебываться. Берем скорость, быстрее бежать начинаем. Ну, реально, смотрите, он, блядь, быстрее бежит. Я, конечно, все понимаю, что таким образом мы быстрее пробежим больше метров. Ну, блядь, вы угораете, что ли? Так, давайте попробуем с полной концентрацией сыграть. Аккуратные прыжочки, здесь заранее прыгаем, смотрим наперед, если где почка какая будет катиться. Продолжение следует. пиздец блять ну это чё за бред то так еще раз мы начинаем заново я понял блять то есть не метраж нас не продолжается мы начинаем самого начала блять играть я до сих пор не могу понять нахуй нам левая часть экрана вот этого пустая блять вот эти бочки блять которые катятся это же просто пиздец они возникают прям перед самым носом как их можно блять увидеть особенно на высокой скорости ладно вот до 300 метров можно спокойно через них перепрыгивать ямы это тоже в принципе хуйня как и бочки которые на месте стоят без проблем да вы ебанулись охуе разработчик вот мне интересно ты вообще сам свои игры играешь или нет какой-нибудь вообще тестирование проходит или нет но серьезно блять я просто в ахуе блять ну серьезно просто поиграв вот такой продукт где тебя буквально через две-три минуты въебывают и ты начинаешь играть заново блять ну никто вообще не захочет играть учитывая что здесь блять одна кнопка и все вот и весь геймплей паузы кстати говоря в этой игре тоже нету блять как и в зомби зон изначально не было то есть блять жизнь ничему не учит я так понимаю у меня есть три сотни я допустим хочу сейчас зайти в магазин как мне это сделать то есть я должен по-любому сдохнуть проебать свою жизнь чтобы блять зайти в магазин я правильно понимаю охуенно блять просто пиздец ну мы разогнались уже конечно я ебешь вот пожалуйста мы постоянно мы постоянно разъебываемся на бочке которая катится нахуя их так делать хорошо магазин скорость мы поняли скорость нас ускоряет это полная залупа давайте возьмем защиту у нас как раз хватает посмотрим посмотрим что защита делает как она вообще нам поможет ага понятно значит каска нас защищает один раз мы можем в бочку вгибаться хорошо ну вот уже что-то полезное блять на каску 500 это какой-то пиздец во первых что обязательно надо сделать это должна быть пауза то есть я должен сейчас нажать на escape и мне должно вывалиться меню меню куда я могу зайти допустим в магазин то есть блять заходить в магазин после смерти это конечно полный бред то есть я должен в любой момент при прохождении зайти в магазин и купить то что мне нужно вот допустим сейчас мы идем у нас последняя жизнь мы накапливаем 500 монеток и я допустим хочу купить себе каску вот я могу себе купить эту ободственную каску но я не могу зайти в этот ободственный магазин просто нахуя мне нужны будут монеты если я сейчас сдохну то полный бред конечно нас разъебали блять но на такой скорости бочка летит тем более что персонаж прям по центру находится там просто нету времени сообразить и прыгнуть тем более каска 500 стоит да вы ебанулись куда столько 500 то вообще как какой-то расходник должен быть окей давайте попробуем заново я хочу выйти в главное меню давайте новая игра нихуя не понял где новая игра еще раз проверяем 1 жизнь 238 монет главное меню новая игра охуенно новая игра серьезный разработчик вообще в свои игры не играет вообще не тестирует это блять как так можно ну единственное радует что эта игра стоит не 60 рублей как зомби зону эта игра в два раза дешевле в принципе тут и на одну кнопку то нахуй нажимать неудивительно разработчики я надеюсь что в будущем когда ты будешь пилить новые игры ты отнесешься серьезно к этому будешь проверять ты будешь сам играть в эти игры мне реально складывается такое впечатление что ты в них не играешь или так буквально заходишь пять секунд побегал о вроде все работает окей так ну что ребята попробуем еще раз последний финальный раз отыграть прям как боженька сейчас я не буду отвлекаться попробую накопить денег и купить высокие прыжки посмотрим что это вообще за хуйня как она работает потому что тысячу тысячу это конечно нереально накопить пизда блять ёбаная тень нагрю это бочки это просто ёбнуться можно просто из ниоткуда ели э 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Только вот вопрос, для чего? Ну, пробовать на птиц... Давайте, в принципе, попробуем, потому что... 600 метров тут все равно одно и то же. Нигде высокие не пригодятся. А вот въебемся ли мы в птиц, вот это интересно. Сейчас, сейчас надо... Да, мы, собственно, въебываемся в птиц. Вопрос, нахуя нужны эти прыжки? Может быть, блядь, пробежав километр, там будут большие пропасти, хуй его знает. Но до них, как видите, мы даже не можем забежать. Поэтому покупать эту игру, конечно, дело за вами, но на данный момент это вообще неиграбельно. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и до встречи в следующих играх. Всем пока!